Сегодня была последняя моя тренировка перед отъездом. Венера Андреевича увидим, скоро будет мой интервью с Димой, с Маляковым. Друзья, ага! Немножко возвращаемся на YouTube. Здесь я, Денис, Жалгас выходит. Денис – это извечный угловой у Морозова, Сереги и Жалгаса Жмогулова. Так что, подхватываем пацана, везем в аэропорт, но между этим немножко пообщаемся и что мы еще сделаем? И перекусим. Дамы и господа, это Жалгас Жмогулов. Чтоб вы понимали, как человек собирается на UFC, снимаем его с самого первого момента, когда он вышел из дверей. Жалгас, будьте так любезны. Приветствую. Как поживаешь? Привет, любые. Я видел много раз, что дарили этот шоколад, но в первую. Ты первый? Спасибо. Я не хочу, чтобы кто-то мне дарил. Останься единственным. Так, ну что, Дэн, откроешь багажник, кинем вещи. Let's go, господа. Так, с первой минуты до самого самолета посмотрим, как Жалгас загружается. Далгас, что сумка небольшая? А почему? Там мне еще дадут. Самое необходимое взял, что мне надо. А что там самое необходимое? Вещь моя висогоночная, тренировочная. Ну, ты в хорошем настроении? Конечно. Мы тебя рады видеть. Let's go. Пойдем перед дорогой кофе попьем. Так. А можно перекусим еще чуть-чуть? Да, можно вам перекусить. Я уже свой покушал. Да? А это что, на диете? На диете? Да, у меня уже свои диеты. Но сейчас мало кушаешь или как? Да, я стараюсь не нарушать свои питания, потому что у меня все не сказалось на висогонке. А что сейчас кушать нужно? Ну, сейчас, в принципе, я уже углеводы сего убрал. Ага. Вот сейчас висал, что чисто на рыбе буду сидеть. Последнее время, да. У меня осталось около 5,5 килограмм. Слушай, Жако, а это прическа, что по прическе? Прическа? Ничего, вот. Обрудусь конкретным. Я отмечусь тут нахрен в пол. Слушай, ну вот когда ты, по-моему, в Ниджерси поехал, она чуть другая была, не? Или такая же? Такая же. Просто, может, чуть-чуть они еще подлиннее стали. Ага. А это задумка такая? Ну, как бы задумка. Просто получилось, что я все время находился в Америке, а тут барберы такие, знаешь, нехорошо стригают. Я не раз пошел, у меня так обчикрыжили после этого. Ты что? Я лучше обрастать буду. Ну, в принципе, было свое благо в этой прическе. Потому что я так оброс, и она как бы залетела. Хайп поймал. Я более того скажу, у нас есть пару человек в чате в Мазуре, и там у них стоят аватарки с твоей прической. Ну, это неплохая ассоциация. Во-первых, с Брюс Ли тебя сравнили раз. Да. А потом тебя сравнили с этим Пэдди англичанином. Потому что судя на его стороне думал, о, может, прическу вот раз поможет, да? Да, 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 да. Как бы так чуть поймал свой, он за счет него это... Его взял, короче, и... Слыхаю. Ну, ему пора написать тебе уже. Приветики, конфетики. Ну, да. Жаком, вот с тобой одинаковые. Тут такой неплохой райончик у тебя. Да, райончик хороший. Ага, рядом океан. Сколько платишь за жилье в месяц? Ну, то, что я на короткий срок снимаю, шесть тысяч долларов отдаю. Шесть тысяч долларов. Там шесть тысяч долларов это... Нормально. По американским йоркам, конечно, большие деньги. Неплохие. Да, райончик просто хорошее то, что еще я тут семей. Да. И более как бы безопасное место. Пока, Мария. Скоро отсюда съеду их домой. Охота соскучился? Конечно. Пять месяцев. Боже мой. Какие дома роскошные, а. И что вы здесь гуляете? Эээ. Из каждой точки знаю, что я как бы сел, пошел. Жако, что за район этот? Здесь вот Бокартон. Здесь часто с семьей прогуливаюсь. Бокартон это, я так понимаю, час езды от Майами. Да, да. Ну, пойдем. Посмотрим, где Жако кофе пьет. Старбакс, потом небольшой перекус, а потом аэропорт. Ты что будешь снимать? Латте, но шугар, но флэйвор. Как дела? Отлично, все супер. Сейчас берем кофе и едем на обедах. Муслим Салихов полетел аж в прошлую пятницу туда, заранее, хотя бы чтобы дней десять было у него. Нет, чтобы у него было полная неделя восстановиться. А у тебя, получается, ты летишь за пять дней. За пять дней. Так уже прилетало, тебе так удобно? Да, я бывал и раньше прилетал, да. Потому что я сейчас видишь, что мы с Денисом полетим, что мы там будем делать. Ага. У меня просто нет ни тренера, ни парень партнера. А где они? Ну, я же в этот раз один приехал. С семьей. Так, а кто в углу еще будет у тебя? В углу будет Артем Левин, он во втором прилетит туда. И Парумпа, и Дэн будет в трое. Ага. А можно в углу троих? В углу до троих можно. А ты Парумпа понимаешь, когда он что-нибудь говорит? Ну, Дэн переводит мне. Ну, в принципе, такие я уже понимаю слова, там он, в принципе, тоже на русском тоже говорит. А там же нужно критическое мышление, знаешь, этот быстро соображать. Ну да. Переводить не успеваешь, нет? Ну, мы же, как бы, когда спаррингуемся, уже понимаем друг другу уже, что он имеет в виду там так, как этот. Он там заучил пару слов, да? Да, да. Ну, касательно ударки, вот Артем будет рядом. И вот у меня Артема, Артема хорошо понимаю, он, как-никак, знаете же его все, наверное. Какой у него опыт, ну, легенда, можно сказать, этого спорта именно в этом, да, чикбоксинге. Да. Ну, его хвалят. Да, он мне грамотно, и вот сколько он мне секундировал, он меня прям грамотно тащит. Мы все много работали, тренировались, отрабатывали, там, я все в слабые стороны, короче, говорю, что он как-то. Это очень интересно. Слушай, ну, когда сильный угол, это крайне важно, правильно? Конечно, в первую очередь это все зависит от твоего угла, чтоб надо грамотно тебя тащили, а не просто так вперед гнали, например. Грамота, грамота, нужно такой человек, который тебе будет. Короче, любая подсказка, это может оказаться, потом либо положительные были, либо отрицательные результаты, да? Да, да. Поэтому должен быть тот профессионал, который точно трезво оценивает ситуацию. Да. Ну, по Румпу мы знаем, что у него грэплинг, касательно грэплинга, он очень сильный. Угу. То, что вы говорите. А что думаешь, кстати, ты будешь драться или бороться? Какой план? Ну, в принципе, я так, знаешь, люблю, например, в стойке драться. Так. Ну, в принципе, сейчас я свою борьбу грэплинг очень сильно потянул. Если он дойдет до этого, я думаю, соперник сам начал со мной бороться. Если полезет, там я ему покажу. Да? Ну, знаешь, я говорю, что я тебя видел первый раз на бою с Алибо Гаудиновым, но ты меня тогда удивил. Неплохо защищался, но, по-моему, у тебя переводил, но ты там… Вставал сразу, да. Да, ты вставал. Это важно. В ММА это очень важно. Кстати, этот бой для меня заполнился. Это для меня было вообще непонятно, если честно. Я тебе еще одну вещь скажу. Для меня было это вообще непонятно, как судьи оценивают. Потом я уже этот бой еще раз пересмотрел и уже понял, что действительно там есть нюансы, тонкости, на которые надо обращать внимание. Я оставил комментарий однажды под Red Fury и сказал, Али выиграл этот бой. Там было 218 снизу. Ты охерела? А ты что такое несешь от казахов? Я понял. Я больше не буду с ними связываться. У нас три с половиной часа до самолета, мы еще зайдем в турецкую кухню, немножко перекусим с Денисом. А Жако… Вон он. Да, посмотри на нас. Ну, неплохо мы тебя проводим. Что, Жако, ты сдался, да? Я не сдался, просто я вспомнил, что мы бегать поздно прилетим. Так. А еще не ужинал. Я думаю, сразу только поужинаю. Поэтому поддержишь нас? С Сипбасом. Сипбасом. А, долгожданная рыба. Видишь, как удачно мы заехали. А ты говоришь, давай, поехали в аэропорт. Говорю, стоять. Сейчас мы отведаем. Ты, когда узнал, что Малина переобулся, какая твоя реакция была? Ну, реально. Какая твоя реакция была? Ну, честно… Когда Малина ушел чужим. Да, блин. Я, в принципе, догадывался, что-то с ним не то. Я же, потому что я с ним дрался, он все время задом поворачивался. Скину отдавал. Скину отдавал. Шесть минут его контролировал сзади. Так поэтому ему и победу отдали, не хотели обидеть. Там уже, видимо, были в курсе. Ну, я думаю, я причины стал, кто вам конкретно маску отрываешь. Снялся он, сорвался маски. Теперь все стало понятно, почему он поворачивался. Почему? Почему ему судьи победы отдали? Ну, сама новость была удивительная, да? Ну, конечно, блин. Там везение у меня. Знаешь, мы выкладывали, конечно. Шаваржу Могов проиграл. Гиги. А что по этому сопернику? Это что за лига не знаешь? Английская лига? Американская лига. Американская лига. Можно сказать, да? Что он делает определённое? Да, что определённое. А как выигрывал? Как проигрывал? Проигрывал в основном сабмишином. Проигрывал. По очкам проигрывал. Тоже такие равные бои у него были. Слушай, а вот сейчас в Нью-Джерси должен был драться перейком. Что случилось? Он вес не взял. Четыре килограмма перевесил. Четыре килограмма? Слушай, и у тебя сколько гонорар? Если не секрет. Ну, короче... Можно не говорить. Да. Тебе что-то заплатили? Мне за выход заплатили. За выход и спонсорские заплатили. Пол суммы, да? Пол суммы отдали. А, ну то есть не зря готовился, не зря гонял. Да, не зря. Вот это то, что хорошо. Они заплатили там писаться. Даже спонсорские Веном заплатили. Я не ожидал. А сколько Веном? Ну, если Веном, можно сказать. Сколько платили? Веном 6 тысяч мне заплатили. 6 тысяч неплохо? Да. Как думаешь, что у тебя спорные решения были? Ну, так по количеству боёв, так-то по идее должны были тебя уже освободить от контракта. Но, видимо, руководство тоже понимает, что нечестно тебя осудили, или как сказать, рассудили в крайних боях. Ну, дали тебе ещё возможность, да? Да, у меня по контракту осталось с одним боем. Ну, думаю, это уже всё подтверждается этому. То, что многих там за два боя, там, бой в бой увольняем. Да. Ну, и получилось нормально. Ну, для тебя, когда поднимали руку в октагоне другому сопернику, было обидно? Ты понимал этот момент? Да, конечно, конечно, понимал. Ну, я понимал то, что я бои идти выгоду. Ну, я так и считаю, что я сейчас на сей иду в победу. Ну, в UFC сколько? 7 боёв провёл. 7 боёв я считаю, что я провёл только один бой. Это Мональ Капе, который меня нокаутировал. Я считаю, только ему провёл, остальные бои я не проигрывал. Понятно. Ну, а сейчас какой настрой? Ну, настрой, как всегда, у меня идти до конца, там, сделать все причины. Ну, знаешь, кто-то выходит просто с бойцами драться, а я выхожу с бойцами и судьями в лигах драться. Так что у меня сейчас цель победить судей, большего бойца, короче. Прическа в помощь. Да, да, да. В какую бы лигу ни выходил, всё равно, когда выходишь первый раз в октагон UFC, это совершенно другое, да? Да, согласен. UFC, чтоб, ну, как бы, знаешь, никак не получается, чтоб открыться там. Там всё равно всё по-другому есть. Ну, а сейчас, получается, ты провёл 7 боёв, и уже всё равно, в любом случае, это пошло на пользу. Наверняка, как говорит, руку набил, да, уже опыт? Да, уже понимаешь, как бы, всё приходит, как бы, с опытом, да? Да. Просто по-другому, в принципе. И вот этот опыт, он может тебе сейчас помочь? Ну, я думаю, в этот бой я совсем другим бойцам побиличал. Ну, чувствую то, что я очень вырос, как боец, при бою. В принципе, раньше здесь, знаешь, были, ну, Дэн сам свидетель. Раньше у меня, кому я проигрывал, сейчас я их вообще не чухаю, разбиваю во все ворота. Ну, ещё, ещё такой момент, что этот парень впервые выходит в клетку UFC. Да, согласен. В любом случае, это давление. Давление, плюс ещё допинг-контроль есть. А-а-а, кстати. Понимаешь, за всё это время вот отрался же на допинг, а сейчас тут уже по-другому будет всё. Слушай, а тебя часто тестируют? Да, мне в этом году, получается, уже за этот лагерь мы три раза приехали. Каждый месяц приезжают, проверяют линию. То есть три месяца раз в месяц, да? Да, в месяц раз приезжают только он. Бывает месяца два раза приезжают. А, да то что. А в какое время, утром? Утром, в основном утром приезжают, да, они в основном утром приезжают. Один раз, может, было у меня, вот здесь то, что они вечером пришли мне проверять. А в основном они утром приходят, перед тренировкой. В сам зал или домой? В зал приезжают, потому что у меня там отметка стоит, что я в зале. В такое-такое время они приходят в это время, когда я начну тренироваться. Короче, где ты поставишь отметку, где ты будешь находиться, туда они и явятся. Ну, бывало, знаешь, автоматом сама меняется вот эта система. И вот, кстати, недавно ко мне приезжали проверять, а у меня система автоматом обновилась, и показывает то, что я была в Казахстане. И потом мне раз звонят, говорят, что приехали. Я говорю, как я же тут, в Америке нахожусь. И мне обещают так, так. Я потом с Аятом созвонился, он говорит, видимо, сама так. Ну, я должен решить там, потому что у меня один флажок поставили. Ну, а три флажка, это критично? Да, это уже дисквалификация по учителю. Один флажок, ладно. А потом, по-моему, он как-то тоже обновляется. Через год. Через год. Каждый год она обновляется. Вот сейчас. Я думаю, все это решит, потому что это не мои венажки. В принципе, надо. Это вот в этом лагере, да, было? Да, в этом лагере. Вот недавно, кстати, они приехали ко мне давно в Казахстан. А я тут нахожусь. Они прямо тебе на квартиру позвонили. Кто им дверь открыл? Сестренка. И что она говорит? Она мне звонит, там, паникует, там, что-то. Ну, у нее паника. Я говорю, нормально, ты не переживай. Он ей начал, там, сейчас флажок он получит, там, туда-сюда. Я говорю, нормально, там, сейчас Саят сам решит. Поговорю. Ну, не классно. Моей вины никакой нет. Я просто не разбираюсь в этой семье, как ее ставить, там, как там. А Саят, в этом плане, он молодец, он делает красиво. Да. Саят... Ну, Саят решает вопрос, да? Помогает, как менеджер, многие задачи, да, на себя берет? Да, да, много. И много денег уходит на тренировки? Ну, вот, честно, вон, это, получается, 5-й месяц я тут нахожусь. Да. Около 60 тысяч долларов ей стратил. За все время, да? Так и ты получишь где-то, если без бонуса? Ну, да, около, там, около 50-60 тысяч долларов возьмут. Представляете? Ну, я же, да, это, конечно, гоноры, это просто так, можно сказать. Просто поддерживать, там, старшие братья, там, и помогают. Без них было бы тяжело? Да, без них тяжело. Дэн тоже рядом, тоже помогает, там. Угу. Ну, 60 тысяч долларов на кэмп, это за 3 месяца по двадцатке? Да. Ну, здесь, видишь, квартиру в каком-то, что я снимаю ненадолгий срок. Да. Вот сейчас ты за это столько отдаю. Плюс питание, питаешься, витамины, там, на массажах ходишь, банни, там, экипировку все, и покупаешь часто, башалон. Плюс не один живешь, да? Плюс не один, да. Ну, надо, надо, надо выигрывать. Надо, конечно, чтобы топили за Жако в комментариях, чтобы вы поняли, что он ценный игрок на этом поле, ему платили больше денег, а то он так долго не сможет. А если кто-то Мазури не поможет. Ха-ха-ха, Мазури поможет. А много в Казахстане болеет за тебя? Ну да, много кто-то много. А это-то... Поддерживают. Сейчас ближе к бою, наверное, еще больше, да, активировались? Да, вот. Перед боем, да, у Санасович. И до боя, конечно, много кто пишет тут постоянно. Конечно, всем не получается отвечать. Как много кто болеет, пишет. Ну, казахстанские болельщики крутые, да, болельщики были? Да, конечно, без такими речи. Да, я думаю, что многие тут бразильцы или из других стран, они о таком мечтали бы, да? Не, ну реально. Да, у нас, на самом деле, с кем мы надежимся постоянно, мы к заперям захочешь, там наши благи. И как то слово на этой, на лодке, да, произносили? Да, 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 да. Эй, ты, как ты там, да? Вон то слово на лодке. Слушай, много раз тебя по этому поводу останавливали, даже меня останавливали много раз. По поводу, что в лодке было? Ну, то, что на лодке было, да? Да, конечно, постоянно отмечают. Пацаны ржут, да? На седенье тут видимо не закидывает, галь. А, да. Знаменитое слово. Опять написали. Вот, если не появишь, Мару остановишь, я думаю, что ты так аж блядь. А вот обонял, брат. В том тиме тренироваться милое дело, как считаешь? Или есть залы получше? Нет, в том тиме номер один попком. Мне очень сильно нравится. Да? Да. А там условия тренера, что конкретно цвет? Мне все. И условия, и тренера, вообще все там на высшем уровне. Зал дерзкий. Ну, все, что хочешь. И относится к тебе хорошо там. И много именно то, что много топовых бойцов там приезжает. Много опыта берешь со всеми тренируешься, спаррингуешься там. 20 минут до аэропорта осталось, чтобы понимать. И понедельник, понедельник, да? А Жалгаз уже вылетает. На Лас-Его с Брумом какой-нибудь четверг мы выложим видео. И в это видео как раз вы посмотрите. Вот, так сказать, Fight Week, да? Этот свой M-Banded, да? Или как он там? M-Banded, наверное. Мы ведем свой M-Banded. Да, Жалгазом Жамагуловым. Но до этого, наверное, еще выпуск Мусливым с Алиховым будет. Ну, мы немножко вернулись на просторы. И это я очень рад. Шесть дней до боя. Шесть дней до боя. Вот ровно в это время ты где-то уже будешь на арене там, правильно? Как раз 7 часов вечера. В субботу. Да. Через шесть дней ровно. Представляете? Вот он. Целенький. Улыбается. Настроение отличное. Над шутками шутим. Старыми. Пять часов полета. Пять с половиной даже часов полета до Лас-Вегаса. Силы отнимает. Блин, вот это так. Двигать тяжело. Да это что вам спить всю дорогу? А ты нет? Не можешь? Я не могу спать, да. Ну, хорошо. Вот ты не спишь. И в любом случае даже просто перелет. Так бы ты здесь на ногах перенес. Как-то отображается на организме, да? Да. Ну, я думаю, так у многих у всех. Заливает. Сейчас тем более на вот сижу, зато приеду. Залитый. Залитый? Да, залитый. А сливать эту воду как? Тренировками. В Лас-Вегасе именно, знаешь, тяжело. Потому что там сухая погода. Да. И первый день там не потеешь вообще, чтобы пот выйти. Надо конкретно там тренировку делать хорошую. И горло пересыхает, нос пересыхает. Ну, Лас-Вегас, Невада, совершенно другой климат от лавины. Там тяжело драться, если честно. А? Ну, а есть возможность выбирать? Хочу драться в Неваде? Да, нет. У меня таких нет возможностей. Нету, да? Не давайте мне бой в Неваде, такого не получится. Там поставили еще, знаешь, с этими судьями проблемы. Именно в Неваде. А именно в Неваде? Да, постоянно там поднимали. Ну, я помню Анкалаеву. Помнишь, как они рассудили? Да, было именно в Неваде же там тоже. Да, да, да. Кстати, бой там недавно был тоже Кайкара Франц с Амиром Альбази. Тоже самое было там. А вот. Я считаю, что Кайкара Франц выиграл. Угу. А скажи, пожалуйста, лучшая Америка или Казахстан? Где бы жил в итоге? Нет, в любом случае, конечно, родина есть родина. Где бы ты ни находился, там у себя охотывал. Здесь все классно, здесь хорошо, но мы видишь. Дом есть там в любом. Ну, лишь потому что дом есть дом или здесь какие-то причины? Может быть, дорого или непривычно, или язык другой? Ну, все, наверное. Все вместе взяты. Короче, это не дом, вот и все. То есть, в Америке не останешься? Нет, в Америке не останешься в любом случае. Так ты хочешь приезжать во время лагеря. Вот так так. Угу. Ну, ага. На Казахстане. Ну, когда в зал заходишь, а там тренируются такие мастодонты, кого только по телевизору видел, это так придает, да? Да, как бы, да. Колорита. В начале, значит, наверное, когда только первый раз я приехал, тогда это все было, а сейчас все уже как порядки. Слушай, а из известных, с кем, с кем можешь так по плечу ударить? Иди сюда, дружище. С кем подружился, может быть? Ну, мы с Пан тоже хорошо подружим. Кто это? Пан тоже, Пан тоже, кто за поезд будет драться. Ага. Мы с ним хорошо дружим. В принципе, я со всеми хорошо дружу. Ко мне все здесь относятся хорошо. Каждый подходит там. Ну, кто-то, может, понравился больше всего. По каким-то причинам. Может, воды принес или там мог. Ну, я думаю, знаешь... Или общая атмосфера. Такая общая такая. В принципе, кого-то поделять, наверное, нужно. Ну, ясно. А кто сейчас один из самых именитых в топ-тиме тренируется? Да, симпорьерный, скажем. Он был еще в зале, да? Да, он тренируется. Он, кстати, начал готовить. Ага. А он, по-моему, скидал был. Он сейчас завершил карьеру. До этого он был, да. Ну, интересно, потому что этих ребят мы видим из, так сказать, в главных боях лучшей лиги мира. А здесь он с тобой в одном строю стоит. Да, согласен. В этом есть тоже определенный карьер? Конечно, конечно. И они тебя же все узнают. Да, в принципе. Или как кричат? Брюс Ли, иди сюда! Брюс Ли, побежай! Здесь все хас була кричат. Хас блин там хас була. Кому? Тебе кричат? Да. Серьезно? Да. А почему хас була? Я не знаю почему. Все там хас була, то 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 хас була. Ну это не обидно, нет? Обидно. Слушай, интересно, что скажут люди после этого выпуска. Там уже активно развивается казахстанская ММА, да? Так смотрю, турниры Найза проходят, и там много ребят дерется. Знаешь кого-нибудь? Да, я знаю. Я знаю. Найза, который основатель. Нурбек наш, тоже брат. Мы с ним хорошо знаем, мы с ним еще влюбились в Карелии вместе дрались. А он сам из бывших бойцов? Ну и как думаешь, новые звезды какие-то будут в Казахстане в ближайшем? Ну думаю, будут. Сейчас только все начинается у нас, только все просыпается. А кого-то выделить больше по фамилиям или рано еще? Да. Ну есть, конечно. Там, в принципе, сейчас вот бой будет. Багдад Жубаныш с этим, получается, с Хазбеком будет бой. Очень интересно. Тот трехкратный чемпион мира по рукопашным бою. Багдад трехкратный чемпион по Имафу. В принципе, вот такое противостояние за пояс будет драться. А вот этот на хардкоре, где Куа дрался, там такой Жубанбек и дрался. А, Жуман Жубанбеков, да, он, кстати, тоже, можно сказать, ветеран, да, давно дерется. Сейчас мы тоже в любительской карьере начинали вместе. Но он там активнейший? Да, он сейчас там, в основном, у него вот эта кулачка вроде, да, хорошо пошла. Я сам, честно, не смотрю эту кулачку. Собачивает спорта немножко, да? Мне это неинтересно, я не смотрю, да, в принципе. Вообще, если честно, так, ни один бой там не смотрел, просто на инстаграм нарезки видал. Ни один бой не смотрел? Нет, ни один бой не смотрел, да. А, ты, Миша, тоже не смотрел, да. Я это тоже не смотрел. Да. А так, что сказать, ну, кулачка сейчас конкретно развивается, да, там, у них гонорара там, они получают больше, чем мы, там, в UFC, там, еще где-то. Ну, просто в UFC ты можешь здесь раз подраться, но по кулачке, я думаю, больше, чем разлить не сможешь. Ну, это да, согласен. Ну, они там вроде Шенгартка дерутся. Если, конечно, на голых кулаках, да, там, ну, я думаю, кулаки разобьешь, там. Куда вы посоветовал съездить в Казахстане? Людям, которые никогда не были? Может быть, в горы? Ну, я думаю, Алматы, наверное, такой самый город. Да. Для туристов будет очень интересно, да. Ну, приехал в Алмату, и куда? Ну, там, в принципе, у нас много, куда можно съездить. Сам город такой, сам, этот, развитый. Есть горы, правильно? Горы есть, да. Зимой горнолыжный город есть? Горнолыжный город тоже есть, да. А летом? В те же горы? Да, в те же горы. Много, много, если честно, было. В Алматы немного, куда можно стоять. Ну, давай перечислим. Вот, там есть горы, там есть вода, водоемы? Да, есть, да, горные реки есть. Потом рядом, они же граничны с Кыргызстаном. Так. Там, представи, и Сыкуль есть, да? А Сыкуль тоже в Казахстане, да, есть? Нет, ну, нет, он вроде в этом. Шипролей. В 3 дизеле. А на конях покататься, это же... На конях, конечно. Это же достопримечательность. Конечно, да. Вот если к тебе покататься и покушать... Да? Да. Но мясо, мясо казы национальное. Я знаю нескольких людей, которые говорят, не могу конить. Есть то, что коня жалко, но мясо реально вкусное. Ну, мясо вкусное, да. А правда говорят, что вот это то, что обычные... Ну, такая легенда есть. Обычные, грубо говоря, походы за день проходили там 5 километров, а казахи или монголы шли в полтора-два раза больше, потому что мясо или казы... Да, конечно. Больше энергии дает им. По-любому. А энергии очень больше древят, когда ешь казы. Да. Ну, класс. Короче говоря, если к тебе кто-нибудь приедет из Америки, там, дорогие гости, проведешь в степи казахские. Да. Мы, кстати, как-то хотели проехать по рунду, когда тренер нашел. Ага. Но никак не получилось. День, когда бой будет. Ты хорошо спишь? Да. Нормально спишь. Вот именно. Без весогонки вообще не сплю никогда. Не было того, чтобы я спал бы. Просто лежим древним, так. И это ты не получается уснуть? Нет, не получается. А потом, когда уже вес согнал, то... Потом, да. Потом нормально сплю. Как будто отпустили. Слушай, я вот с Саней Шлеменко говорил, он говорит, никогда не тренируйтесь в день боя. Говорит, просто отдыхайте. Говорит, просто лежите и восстанавливайтесь, не тратьте силы. Говорит, это все не поможет. Разминаться надо перед боем. Ну, ты что думаешь? Ну, последний бой так и делаем. Бои, последний бой так и делаем, потому что у нас там рано начинается бои. Так. Не получается, и тренироваться уже приходишь, там перед боем хорошую тренировку сделаешь. Возминочку. Там потеешься, а остальное уже поюжи добиваешь. В общем, тренироваться будет в день боя только уже на самой арене, да? Да, на самой арене, потому что у нас четыре дня у нас бои начинаются. У нас там заберут за часа два раньше, и вагнет заберут куда там тренироваться. И уже там, получается, тренировку сделай. И нам потеем тебя. Ну, в любом случае надо будет тренировку сделать, потому что ты же залился же. Да. Нам нужно слить чуть-чуть воду, чтобы во время боя тебя не заливало. Как думаешь, сколько килограмм наберешь с момента весогонки? Знаешь, можно много набрать. Если так начать, там все подразкидывать. Да. Ну, я где-то набираю, 7 килограмм набираю, где-то килограмма два сливаю. Где-то выхожу 62, вот так, 62 с половиной, 63, вот так вот. Плюс пять-шесть? Да, пять-шесть, да. КК там чуть-чуть сойдешь еще. А то можно перестараться, да? Да. А в день боя там у тебя всегда кураж веселый или иногда приходится там подразогнать или вообще не нужен? Не, он очень серьезно сюда входит. Он всегда заряжается, готовится. Ну, ну, что думаешь, сколько? Да, у меня, в принципе, я всегда заряженный выхожу, такого нет, чтобы расслабленный был. Ну, как бы, у меня мандража нету такого, просто настраиваюсь на бой и все. Ну, нам тренер еще по вольной борьбе сам на первый тренер говорил, чтобы мандража не было, нужно хорошую разминку сделать. Ну, блин, я, наверное, честно сказать, то, что, наверное, ну, много через что прошел там в своей молодости. И у меня такого прям мандража нету. Я его на борт хотел, чтобы у меня был мандраж, чтобы чуть-чуть как бы выйти на бой, там чуть-чуть поживее быть, да? То есть только когда ты выходишь, можно не думать, там, вот, Жако сейчас переживает. Жако кайфует? Жако кайфует или нет? Да. Кайфует тогда, когда руку поднимает. Да. Так. Какой у нас самолет? Не спирит? Не автобус это? Не, брат, Женблю. Женблю получше? Сто процентов. Вот этот вот спирит. В прошлый раз мы летели на спирите. Ха-ха-ха. Плюс 3 полных часа, короче, мы летели. На пире автобус. Все, мы в аэропорту. Джетблю за спиной. Тачка уже с тобой прощается, встречает самолет. Что думаешь, что скажешь болельщикам через 5 дней бой? Всем, кто болеет за меня, рахетно. Вижу много, кто пишет, болеет. Сделаем все причины, чтобы победить. Ага. Нормально вроде побеседовали. Не сильно много и немножко не мало. Денис, береги его. Спасибо большое. Все, успехов вам. Счастливо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok